Моё свидетельство взято с места Писания, всем вам известно. Второе послание Тимофею, 3 глава, 1-2 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны». Вот это последнее качество. Я хочу говорить, свидетельствовать именно об этом качестве. Мы слышим и слышали, что к последнему времени особенно здесь написано не о людях мира сего, а о людях церкви, о людях, которые считают себя верующими, называют себя христианами и планируют разделить вечность с Богом. Но написано, что они будут неблагодарны. И, конечно, вот слыша, слушая проповеди, слыша о том, что каждый святой человек, который представляет себя на служение Господу и устрояет себя в дом духовный, в священство святое, призван иметь этот наперстник и устроить себя так, таким образом, что там есть вот это качество, что такой священодействующий человек или человек, призванный Богом, чтобы любить его и служить ему, он должен быть благодарным человеком. И, конечно же, мы понимаем, что в первую очередь это написано по отношению к Богу, не к людям, а уже во вторую очередь это относится уже к людям. Вы знаете, я как-то вот себя поймал на той мысли, что, когда я слышал это местописание, почему-то неблагодарный, я как-то больше обращал это, ну, вот среди людей, знаете, говорят, вот неблагодарный человек сделал что-то, он как бы и не заметил, ты пожертвовал, а он как бы никак не отблагодарил, никак это даже не заметил. И вот, ну, вот вдруг обращаю внимание, что главная-то мысль, это по отношению к Богу люди будут неблагодарны, они будут как-то несчастливы, они будут вот какой-то депрессии, возможно, что-то им будет не нравиться, они будут недовольны, и, конечно же, соответственно, они будут и неблагодарны. Благодарность, согласно словаря, это сердечное чувство признательности за сделанное добро, например, за оказанное внимание или услугу, а также различные способы выражения этого чувства, это благодарность. И благодарить это, выражать или высказывать благодарность, признательность за что-либо. То вот именно вот благодарность можно выразить как бы разными способами, не только словами. Вы знаете, даже такая вот поговорка была, благодарность в карман не положишь, люди говорят, ну, благодарность, благодарность, а что, как вот с этой благодарностью делать? Вот, то, конечно же, в этом слове есть, можно выражать эту признательность двояко, можно каким-то отношением выражать эту признательность по отношению к Богу, и можно выражать словами, благодарить и, как мы слышим, хвалить и словословить Господа. В самом начале Писания, то есть Священного Писания, это книга Бытие, я вспоминаю это место, когда Каин и Авель, это написано в четвертой главе книги Бытия, спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. Но мы сразу видим вот две категории людей, приносящих Господу дар. Приносить дар – это как бы отблагодарить Господу, вот что-то отдать Ему, что-то принести Ему, благодарность выразить каким-то образом, и в данном случае, конечно же, они это сделали, знали какой-то устав, они принесли приношение Господу, в благодарность принесли приношение. И, как мы много раз слышали, то Бог в первую очередь смотрит не на то, что человек приносит, а кто его приносит, какой он этот человек, какое у него состояние сердца. И, конечно, в Писании это выражено, в жертвеннике. Исследуя Слово Божие, мы можем увидеть, что оно приносит сладость, когда мы его вкушаем. Оно как-то привносит в нашу жизнь восторг какой-то, радость определенную. И также там есть вот такая сущность этого Божьего Слова, оно приносит в нашу жизнь какую-то трезвость. И вот в данном случае вот это местописание, оно так и звучит. Знай, что в последние времена вот этот грех и вот это состояние в народе Божьем распространится. И, конечно же, я думаю, не только я, но и многие святые задают вопрос. Вот вы знаете, мы можем это увидеть, когда вот Христос говорил, «Один из вас предаст меня». Они сразу начинали проверять свое сердце. Не я ли, не обо мне ли говорится. И Писание так и говорит, «Самих себя исследуйте, испытывайте самих себя, исследуйте, верили вы». Поэтому мы призваны. Ну и вот как бы вот я хочу поделиться испытанием своего сердца. Я нахожу, что мое сердце благодарно пред Господом. Но, знаете, когда-то апостол Павел так сказал, «Хотя я за собой ничего не знаю, но тем не оправдуюсь. Судья же мне Господь». Знаете, вот когда я исследую свое сердце и испытываю его, и заглядываю, что там творится, и соответствует оно Божьим параметрам. Я при этом понимаю, что я призван это делать обязательно. Но вот именно мое исследование, это не такой финальный вердикт. Все-таки вот апостол Павел, он подает пример и говорит, вот кто из нас зрелый человек, то он говорит, «Я за собой ничего не знаю, судья же мне Господь». Другими словами, «Обо мне призваны судить, ну или высшая инстанция, не я сам, а Господь». А мы знаем, что Господь, каким образом Он судит. Он судит через поставленных Богом людей. Поэтому, конечно же, мы должны слышать вердикт или оценку, или вот когда мы слушаем Божье Слово, и Господь обращается к нашему сердцу, и когда нас обличают, когда поставленный Богом человек над нами, говорит определенную истину, или обращает Слово конкретно к нам. Псалом 15, 3 стих, «Я сказал Господу, ты мой, ты Господь мой, благо мои тебе не нужны, к святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое». Вот псалмопевец, будучи помазанный духом святым и выражающий слова истины и совершенства, он говорит, ну вот как же выразить, как же принести Богу и иметь благодарное сердце, как же иметь этот чистый жертвенник, устроенный по Писанию. И он говорит, «Благо мои, или вот что я могу тебе как-то дать, или воздать, или что принести, они вот мои тебе не нужны, потому что вы знаете, все Божье, на земле все Божье, Господня земля, и что наполняет? Мы говорим, я купил дом, я купил землю, я купил автомобиль, Господи, дай мне, это мое, но на самом деле все это Божье, вместе с нами, вместе с тем, что мы имеем, и с нашими душами, и говорит, прославляйте в телах Божьих, и в душах ваших, которые суть Божьи. Ну, имеется в виду, конечно, у искупленного Богом человека. А вот он понимает, что что-то Богу нужно, и смотрите, как он выражает, к святым, которые на земле, к дивным твоим, к ним все желание, мое. То есть, вот это состояние сердца Богу угодно. То есть, когда человек хочет принести что-то Богу, обязательно нужно усматривать эти две стороны, кто я, а потом, естественно, то, что я буду приносить, оно тоже должно соответствовать совершенной воле Бога, оно должно соответствовать уставу Божию. Как мы и слышим, если ты хочешь принести жертву благодарения, имеется в виду мирная жертва, то сделай так, чтобы тебе принести, приобрести благоволение. То есть, нужно выполнить вот определенную последовательность, определенную точность, определенную, заложенную Богом устав в этом, в этом законе. И Псалом 68, с 30 стиха, «Я буду славить имя Твоего Господа, я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить его в славословии, и это будет более благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами». Вот люди древности уже понимали это. То есть, жертва приношения на своем месте, приношение Господу, оно имеет важное значение, и Господь раскрыл это и дал человеку, но это лишь выражение определенных внутренних, внутреннего состояния человека и то, что он говорит, или то, как он славит Бога. То есть, сам человек и то, что он говорит, как он славословит и и что он произносит. Слово «воздать» в нем есть такое значение совершить что-либо в знак признательности, признания чего-либо. И, конечно же, мы будем иметь это в мыслях, что в первую очередь, конечно, когда вот Авель и Каин приносят жертву Господу, Господь смотрит в первую очередь на вот это приношение, обращает внимание именно на самого человека и состояние его сердца. Поэтому, постараясь определить вот именно этот мотив или вот это состояние, которое, вы знаете, иногда трудно даже самому человеку, приносящему, определить состояние. Ну, вот эти места Писания, возможно, помогут нам, они помогли мне. Поэтому я вот так и свидетельствую, и сказал, я нахожу свое сердце благодарным Господу. Вообще-то, вы знаете, внутри я счастливый человек. Вот я себя так вижу, я себя так ощущаю внутри. Я очень счастливый человек. И это одно из свидетельств внутреннего, как свидетельства, того, что я, ну, я благодарен Богу, потому что, если я счастливый, я буду благодарить Бога Господа за это счастье. Псалом 115, с 3 по 5 стих. Здесь сразу таких вот три определяющих момента. Что воздам Господу за все благодеяния Его? То есть, как я Его отблагодарю? Как я выражу эту признательность мою или радость мою и вот это довольство мое к Господу? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Вот такой определяющий мотив человеческого сердца и его состояние. Вот, как мы видим, то, на что смотрит Бог, когда есть приносящие Ему жертву, в первую очередь Господь вот смотрит вот туда, что там. то есть, первый такой важный момент чашу спасения приму. То есть, что такое чаша спасения или вообще чаша? Местописания говорят о том, что чаша это определенное предназначение Господа на жизнь человека. Вот смотрите, Псалом 22, 5-6 стих. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость досопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Вот эта чаша, он уже, Давид называет ее своей чашей, то есть, Господь ему дал эту чашу. И, конечно же, это печать, потому что на руке человека чаша держится в руках. Мы видим, что святые, они держат чаши полные фимиама, которые суть молитвы святых. И вот здесь он говорит, чаша моя преисполнена, и так благость и милость вот таким образом досопровождают меня во все дни жизни моей. То есть, мы понимаем, что Бог призвал человека, чтобы ввести его в свою милость. Он призывает его, а кого он призвал, тех и оправдал, а кого он оправдал и так далее. То есть, и он предопределил вот это спасение, чтобы ввести человека и наделить его, и излить на него в эту чашу благость и милость свою. То есть, человек был рожден Богом для того, чтобы излить на него милость и благость. И вот, вы знаете, он говорит, чашу спасения приму, или вот это предназначенное мне Богом, я приму от него. Вы знаете, душа человека, она имеет в себе тенденцию искать какой-то другой чаши, сравнивать, а вот у этого человека другая чаша. Вот Господь ему дал другое призвание. Как-то искать эта душа, это вот находится в нераспятой натуре, сравнивать себя с другими людьми. И это проявлялось, вот вы помните, как Иисус Христос говорит Иоанну, или Петру, он говорит об Иоанне, я, говорит, хочу, чтобы он прибыл, пока я приду, а ты иди за мной. А Петр говорит, Господи, а он что? Он сравнивает. Но вот это мотив глубокий в духе человека, он ищет ту чашу, которую Господь ему предназначил, и он принимает ее из руки Господа, и Господь начинает изливать в эту чашу свою благость и милость. И тут написано, чаша моя преисполнена, эта милость и благость Божия настолько наполняет и заливает человека, что начинает переливаться через край. И то есть что я, как я Бога могу отблагодарить? Вот что-то принести ему или что-то дать? Нет. Вот принять чашу спасения и сказать, это мое, это Бог дал мне, определить его и держаться этого, исследовать его. Это моя церковь, церковь, которую Господь дал мне. Это моя жизнь, вот эту Господь дал мне жизнь. Не сравнивать, не смотреть по сторонам, а смотреть вот именно на эту чашу и благодарить, принимая эту милость Господа в этой чаше спасения. Следующий такой важный момент здесь, имя Господня призову. Мы постоянно слышим, я вернусь немножко к чаше, чтобы определить и сакцентировать, он, Псалом 74,8 говорит о чаше для нечестивых. «Ибо чаша в руке Господа вино кипит в ней, полное смешение, и он наливает из нее, даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли». Нечестивые – это люди, которые смешивают божественное с человеческим, и поэтому вот чаша ихня написана «полное смешение», и Господь наливает из нее, и они смешивают божественное с человеческим, и, конечно же, будут за это наказаны. в ней кипит это вино, там наказание Божие, и там гнев Божий. Определяя эту чашу, вы знаете, я заметил с людьми в общении они часто «Какое мое призвание? Вот скажи мне, какое мое призвание?» И вы знаете, хочется такого призвания какого-то, ну такого куда-то поехать, что-то вот кому-то нести, быть таким важным, таким в глазах людей. Вот когда-то апостол Павел, когда Бог остановил его, Иисус его остановил и сказал «Я Иисус, которого ты гонишь». И вот смотрите диалог. Он в трепете и в ужасе деяния апостолов 9 глава 6 стих он в трепете и в ужасе сказал «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему «Встань и иди в город и сказано будет тебе что-то, тебе надо наделать». Другими словами иногда святые имеют трудность определить все-таки какое мое призвание? Что мне делать? К чему Господь меня призвал? И вот здесь Господь очень ясно даже своему апостолу он дает такое определение «Ты иди, там тебе будет сказано там есть люди церкви». То есть Господь привел его в церковь и мы знаем что уже Анания муж боящийся Бога он даже не апостол не какой-то такой важный служитель но Божий человек и он говорит «Господи, ну я слышал об этом человеке что он весьма злой и все он говорит он мой избранный сосуд он даже до конца не знает и не понимает этого». Вот смотрите вот такие совершенные штрихи Бога которые он показывает на жизни святых людей он говорит вот если ты не уверен и не знаешь что иди в церковь иди в среду святых божьих людей и там тебе через порядок Божий будет объяснено и сказано что тебе нужно делать ты немного вернулся к чаше спасения второй такой момент призвать он говорит я имя Господне как я тебя отблагодарю что я тебе в дар вот призову имя Господне мы знаем и научены призывать имя Господа это быть готовым к немедленному выполнению услышанного Божьего слова это обозначает призывать имя Господа Захария 13 глава 3 стих и введу эту третью часть в огонь имеется ввиду остаток людей церкви невесты и расплавлю их как плавит серебро и очищу их как очищают золото они будут призывать имя мое и я услышу их и скажу это мой народ и они скажут Господь Бог мой то есть вот такое состояние позволить себя Господу ввести в огонь быть расплавленным как плавит серебро и быть очищенным как очищают золото представить себя этому процессу Божьему и это обозначает призывать имя Господа то есть тогда человек когда он расплавленный очищен он может призывать имя Господа и он говорит я услышу и они скажут это Господь Бог мой вот этот интим взаимопонимание между Господом и Его народом следующий важный такой момент воздать обеты Господу пред всем народом Божьим обозначает выполняя это как я мог определить сверяя свое внутреннее состояние и Писание вот таким образом выполняя свое призвание подчинить себя Божьему порядку и жить по закону тела то есть не отделять себя от единства веры но быть вот причастником Божьего корня Римлянам 12.4.5 ибо как в одном теле у вас много членов но не у всех членов одно и то же дело так мы многие составляем одно тело во Христе а порознь один для другого члена то есть определенный обет и обет служить Господу доброй совестью это нужно делать ну не где-то тихонечко имеется в виду не прятаться не прятаться от тела Христова а быть открытым пред Божьими святыми людьми тут написано пред воздам обеты пред всем народом его это будет открытое хождение человека пред Господом и Колоссянам 2 18-19 стих здесь еще вот такая мысль преследуется никто да не обольщает вас самовольным смириномудрием и служением ангелов вторгаясь в то чего не видел безрассудно надмиваясь плотским своим умом и не держась главы не держась главы это человек отвергает Божью теократию Божий порядок то есть есть глава есть поставленный Богом человеком и вот вы знаете появляются люди которые не держатся главы они говорят мы Христа держимся но как можно держаться Христа когда человек вот не признает Божий порядок поставленного Богом человека конечно же это плотское такое истолкование и надмение такое за которое конечно это это состояние Каина он когда приносил Богу жертву вот он как-то имел в себе вот эти данные и поэтому благодарность его Бог не воспринял его что бы он там не принес самое лучшее дорогое и великое множество и не держась главы от которой все тело составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо растет возрастом Божьим вот мы можем увидеть каким образом тело Христово растет есть глава есть поставленный Богом человек Бог открывает ему истину и все начинает подтягиваться под эту истину составами и связями и растет возрастом Божьим и становится таким прекрасным гармоничным святым Божьим вот таким проявлением на земле организмом также один из важных таких пунктов войти в дом Господа со всесожжениями то есть приходя в церковь Божий потому что церковь это дом Божий приходить все-таки со всесожжениями Псалом 65 8 13 благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу ему он сохранил душе нашей жизни и ноге нашей не дал поколебаться ты испытал нас Божий переплавил нас как переплавляют серебро ты ввел нас в сеть положил оковы на чресло наше посадил человека на главу нашу мы вошли в огонь и в воду и ты вывел нас на свободу войду в дом твой со всесожжениями воздам тебе обеты мои то есть воздаяние Господу именно вот приход поклоняясь Господу иметь всесожжение иметь желание и способность посвящать себя Богу и апостол Павел об этом сказал так римлянам 12 глава 1-2 итак умоляю вас братья милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую святую благогодную Богу для разумного служения вашего и не сообразуйтесь веком всем но преобразуйтесь обновлением ума вашего чтобы вам познавать что есть воля Божия благая угодная и совершенная то есть самому принося Богу жертву самому быть этой жертвой и таким образом не сообразуясь веком всем но преобразуясь обновлением ума пребывать во Христе и восхищаться Его Словом это обозначает быть благодарным Господу Псалом 55 11-13 в Боге восхвалю я Слово Его в Господе восхвалю Слово Его смотрите два раза повторяется на Бога уповаю не боюсь что сделает мне человек на мне Божий обеты тебе тебе воздам хвалы то есть воздаяние или приношение Господу именно восхвалять Его Слово в Боге восхвалю Слово Его Псалом 137-2 поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего когда мы возвеличиваем Слово Божие в своей жизни ставим его во главу угла и на самый высокий пьедестал и преклоняемся пред этим Божьим Словом это обозначает пребывать в этом Слове это обозначает восхищаться этим Словом строить на нем и в Боге восхвалять это Слово мы также выражаем благодарность Богу когда отдаем его серебро в оборот торгующим Матфея 25-24-30 подошел и получивший один талант и сказал господин я знал тебя что ты человек жестокий жнешь где не сел и собираешь где не рассыпал и убоявшись пошел и скрыл талант твой в земле вот тебе твое господин же его сказал ему в ответ лукавый раб и ленивый ты знал что я жну где не сел и собираю где не рассыпал посему надлежало отдать тебе серебро мое торгующим и я придя получил бы мое с прибылью мы можем сделать заключение что двое предыдущих получившие таланты они отдали серебро свое торгующим и поэтому смогли таким образом пустить свое серебро или серебро господина своего вооборот а этот не отдал серебро торгующим а спрятал его и так возьмите у него таланты и дайте имеющему 10 талантов ибо всякому имеющему дастся и приумножиться а у не имеющего отнимется и то что имеет а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю там будет плач и скрежет зубов сказав себе возгласил кто имеет уши слышать да слышит то есть отдать серебро торгующим это по писанию представить самих себя искупленных господу потому что когда мы искуплены мы уже не себе принадлежим мы принадлежим господу то есть мы его серебро малахия 3 1 3 малахия 3 глава с 1 по 3 стих вот я посылаю ангела моего и он приготовит путь предо мною и внезапно придет в храм свой господь которого вы ищете и ангел завета которого вы желаете вот он идет говорит господь саваоф и кто выдержит день пришествия его и кто устоит когда он явится ибо он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий и сядет переплавлять и очищать серебро и очистить сынов левия интересно обратить внимание на вот это место сыны левия называются серебром которое будет очищаемо господом и вы знаете вот человек который понимает вот господство иисуса христа он говорит господин вот я взял серебро и я спрятал его там вот тебе твое вот я возвращаю его тебе это непростой человек это это человек призванный быть левием призванный быть посвященным богу он призван быть серебро это искупленный и это из искупленного рода человек он что-то уразумел он что-то понял но он не желал каким-то образом представить себя господу и сядет переплавлять и очищать серебро и очистит сынов левия и переплавит их как золото и как серебро чтобы приносили жертву господу в правде этот человек не позволил чтобы его переплавили чтобы быть переплавленным отдать серебро торгующим и серебро это уже принадлежащее господу когда человек был искуплен он не себе принадлежит он принадлежит господу это божья собственность это божья принадлежность он принадлежит господь поставил там свой знак и написал святыня господня этот человек святой 2 коринфянам 8 5 и не только то чего мы надеялись но они отдали самих себя во первых господу потом и нам по воле божией то есть торгующие это люди которые посланы богом в нашу жизнь благовествовать учение о царстве небесном и когда мы представляем себя господу и посланнику божию для послушания слову которое провозглашает божий человек это говорит о том что мы отдаем серебро торгующим а когда мы не представляем самих себя таким образом то мы его каким-то образом прячем в себе и оно не приносит благодарности господу в смысле оборота в смысле прибыли и конечно же такой человек называется неблагодарный также возвещать или акцентировать святость бога в жизни это быть благодарным богу неблагодарный человек не освящается и не акцентирует божью святость своей жизнью он не освящается откровение я на 4 8 11 4 глава с 8 стиха и каждая из четырех животных имела по шести крыл вокруг а внутри они исполнены очей и ни днем ни ночью не имеют покоя взывая свят 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 господь бог вседержитель который был есть и грядет и когда животные воздают славу честь и благодарение вот вы знаете когда эти животные говорят свят 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 господь они благодарят бога они воздают господу благодарение тут написано так и это говорится не о том когда будет что-то в будущем это то что происходит здесь описывается поклонение святых божьих на земле в телах потому что там вы знаете картина другая будет а вот здесь они ни днем ни ночью во-первых здесь есть день и ночь во-вторых есть вот это беспокойство вы знаете когда есть беспокойство когда святость божия нарушается тогда есть у животных и у старцев появляется беспокойство они не имеют покоя и начинают говорить а все-таки бог святой а все-таки он нетолерантный он его святость она неизменна и он не поменялся господь и вот когда они произносят это говорит о том что писание говорит они воздают богу благодарение они воздают богу благодарность наличие благодарения в наших молитвах позволяет нам преуспевать вере то есть человек который не преуспевает вере который не растет возрастом божиим не развивается не приходит в совершенство это неблагодарный человек колоссянам 2 6-7 посему как вы и приняли христа иисуса господа так и ходите в нем будучи укоренены и утверждены утверждены в нем и укреплены в вере как вы научены преуспевая в ней с благодарением преуспевать в вере можно с благодарением неблагодарный человек не будет преуспевать в вере поэтому мы можем увидеть вот недавно пастор сказал когда жена возрастает а муж задерживается нет возраста и вот совет такой ты жена не заявляй о своем возрасте не проявляй его никак уйди на дно заляжь куда-то чтоб тебя ни слуху ни духу и чтоб никто не сказал даже со стороны что вот смотри возрастает человек муж рассердится неблагодарный человек и имеет наличие вот вот этих мотивов которые были в сердце Каина поэтому если вот приходит такая ревность мы попозже коснемся этого пункта когда знаете святые божьи человеки они они начинают ходатайствовать за других чтобы они тоже чтобы возрастали не соревноваться не компетировать никак не принижать и не завидовать возрастающему человеку а наоборот максимально продвигать этот процесс потому что вы знаете вот невозросшие люди они же задерживают наше нахождение на земле и ну нам же не выгодно ну вот просто так по-человечески уже взять нам нам всем нужно работать чтобы все возрастали и ни в коем случае как-то не соревноваться а чем возрастает человек тем прекраснее лучше благодарение служит проводником мира Божьего в нашей мысли филиппийцам 4.6 не заботьтесь ни о чем но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом и мир Божий который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе он попадет в мысли и мысли будут спокойными все беспокойство уйдет все расстройство идет и человек войдет в мир Божий и через благодарение этот мир Божий как раз попадает в наши мысли в наши помышления и начинает вы знаете соблюдет как бы он как законсервирует наши помышления в таком состоянии что они не будут тревожиться и через это сатана не будет человека удерживать от возраста он он будет расти он потому что он будет законсервирован миром Божьим пропитан этим миром Божьим «Изливая сердечную благодарность пред Богом, молясь на ином языке, мы поступаем хорошо» 1 Коринфянам 14, 16 «Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Когда я молюсь на ином языке и изливаю и выражаю мою благодарность Богу, то Писание говорит, я поступаю хорошо». Когда я это стараюсь делать всенародно и обратить на это внимание, конечно, это будет нехорошо, потому что другое от этого не назидается. Но, в общем, это состояние прекрасное, это хорошо, и это охарактеризовывает человека, имеющего правильное состояние или мотив сердца. Существуют причины для благодарности, которые... Ну вот, для себя я хотел обратить внимание, почему, может быть, люди неблагодарны Богу? Ведь причин для этого очень много. Знаете, вот на память мне пришел один псалом, и целая гроздь потянулась. Причин для благодарности – это псалом 102, мы его все знаем, я прочитаю его, и мы пройдемся по пунктам. «Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя Его». Вот здесь благословить Господа – это выразить Ему благодарность, вот вся внутренность, Он говорит, свою душу призывает, чтобы она вылилась в этой благодарности, вся внутренность в приношении Господу. «Благослови святое имя Его, благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется подобно орлу юность Твоя. «Господь творит правду и суд всем обиженным, Он показал пути Своим Моисею, сынам Израилевым дела Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам, ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящемуся Его. «Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так и он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет Его, и места Его уже не узнает Его. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его. И правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол Свой, и Царство Его всем обладает. Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силы, исполняющие Слово Его, повинуясь глазу Слова Его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя Господа». Ну, первый такой момент, давайте обратим на него внимание, он прощает все беззакония твои. Притча 24, 16, «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». И еще одно место, это Михея 7 глава 8 стих, «Не радуйся, ради меня неприятельница моя, хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь свет для меня». Неприятельница – это наша душа в предмете ветхого человека. И, вы знаете, невежды и неутвержденные в истине, хотя такие часто бывают во главе народа Божьего, они, когда слышал проповедь нашего пастора, я слышал, я слышал это в своей душе. Вы знаете, но если так постоянно говорить, что «сем раз упадет праведник, но встанет», ну, это индульгенция для будущих грехов. Знаете, но так как я до конца не понимал, это, кстати, было давно, я давно перестал так думать, но понял, что это исходит из нераспитой души, но я позже понял, что вот эта истина, она повышает сопротивляемость ко греху в сердце человека. Когда мы слышим ее, она делает нас сильных, она входит силой, эта мысль. И когда мы слышим эту истину и говорим, «Даже если я упал, я встану, я буду вставать, я буду подниматься и идти к Господу», это благословляет Господа. Вот благодарные люди Господу, они праведники, и они так себя ведут. «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые падут в погибель». Неблагодарные люди, нечестивые. Поэтому выразить благодарность мы можем, приняв эту истину, которая сделает нас весьма сопротивляемыми против греха. «Исцеляет все недуги твои». Вы знаете, недуги бывают самые разнообразные, конечно. И вот один такой недух существует. И мудрый человек, Екклезиас, заметил этот недух. Екклезиас 6, глава с 1 по 2 стих. Это один из недугов. Конечно, их много разных недугов, и здесь так говорится, «Он исцеляет все недуги мои». Недуги – это определенная нездоровость, несовершенство, незрелость, неспособность. Но вот этот недух я хотел отметить. Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто бывает между людьми. Распространенный недух. Бог дает человеку богатство, имущество и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он, но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек. И это суета и тяжкий недух. Вы знаете, посредством благовествования и истины Бог исцеляет такой недух, он открывает человеку, как мудро и правильно распоряжаться тем, что у него есть. Неблагодарный человек, он ходит с этим недугом, что-то у него не получается, и он с чего-то страшится, к чему-то готовится, что-то копит, ну и, конечно же, не имеет возможности мудрости. И потом человек такой обижается, он чем-то недоволен, у него как бы все есть, и очень много есть, но он какой-то неблагодарный, что-то нездоровое есть. Бог ему не дает, Бог его как-то отдает в руки его души, которая влечет его в каком-то направлении небожьем, и он попадает вот в такой тяжкий, тяжкий недуг. Человек, который исцеляется от недугов пред Господом, позволяет Богу исцелить его от недугов самых разнообразных. Бог любит исцелять недуги, посылая Слово Свое. Мы знаем это место на память уже. Послал Слово Свое и исцелил их от всех болезней, недугов своих. Но люди, наверное, не принимают, поэтому они не исцеляются. Позволить Богу исцелить себя от недугов, это обозначает выразить ему свою благодарность, которая есть внутри. «Избавляет от могилы жизнь твою». Исход 14, 10-13. «Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сына Израилевы Господу, и сказали Моисею». Вот такой вопль был их. Они вопились как бы неправильно. «Разве нет гробов в Египте?» Это вот могила, от которой Господь избавляет. Они возвращаются, наоборот, своими сердцами к гробам. «Что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы в Египте, сказав, «Оставь нас, пусть мы работаем египтянам. Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, быть вот в этих могилах, строить башни эти египетские, пирамиды, гробы эти, и самим в гробах пребывать, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу, «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Вот позволить Господу быть избавленным от могилы, вы знаете, могила – это вот такие места, в которые человек попадает, и ему кажется, что это конец, все, тупик, конец. Вот могила – это вот, на самом деле, это жизнь человека на земле, конечная вот инстанция его, его тело, это человеческая сущность, она заканчивается вот так. Но то, что Господь у нас возродил в духе, оно так не заканчивается. Оно заканчивается, всегда есть выход, всегда есть Божий путь, который выводит человека из могилы. И вот найти этот путь, обнаружить его в своей жизни и быть выведенным из могилы – это состояние благодарного сердца. А неблагодарный человек, он вот будет вот так возвращаться сердцами своими в Египет. «Венчает тебя милостью и щедротами». Я назвал это «Бог даст на опыте соприкоснуться с законом посева и жатвы». 2 Коринфянам 9, с 9 по 15 стих. Как написано, «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плод правды вашей, так, чтобы вы во всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию, благодарение Богу за неизреченный дар Его». То есть, вот такое расточительство. Иногда люди смотрят со стороны, и они не могут понять. Это расточительство. Вот так вести, так жить, так поступать, ну, может быть, так сводить кого-то в ресторан. Это расточительство, это неправильно. Но, вы знаете, вот написано «расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек». Оказывается, что-то произошло. Он перевел в небесный банк. Что-то в небесном городе, оказывается, было выстроено таким образом. Ну, и вот Господь позволит соприкоснуться с силой Его закона посева и жатвы и увидеть этот закон в действии. И позволивший человек, и вот таким образом пустивший жизнь свою в оборот, потративший или расточивший богатство Божие, данные ему, для того, чтобы приобрести вечности, это, конечно, благодарный человек. А тот, который не делает это, неблагодарный человек. Насыщает благами желание Твое. Вы знаете, я вот когда-то раньше слышал это место, вот здесь обратил внимание, и если вот там в скобочках «е», это одно желание, это немного желаний. Знаете, как-то у меня было и то желание, и я так даже молился, но потом пришел в страх. Я говорю, Господи, вот у меня есть такое желание, если это не противоречит воле Твоей, исполни это желание. Ну и обращал это к плотским вещам, вот видел, что-то мне нравится. Я говорю, Господи, мне желание есть вот на такой машине ездить, исполни его. Вы знаете, в один момент я попал в ситуацию, в которой я пришел в страх. Я увидел, что Господу что-то не нравится. И вот основываясь на этом месте Писания, ну, Господь исполняет желание. Вот мне желание вот кадиллак новый там купить. Вот пришло желание на сердце. Я так вот, мне показалось, что прямо на сердце пришло. И вот я помолился об этом. Ну, потом другое желание пришло. Вы знаете, здесь не об этих желаниях говорится. Псалом 83, 2, 3. Как вожделенное жилище, вот желание человека. Господи, сил, истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. Это такое центральное желание святого человека. Вот он насыщает благами или выполняет это желание. И вы знаете, в этом желании есть еще одно желание, о котором я ранее упомянул. Есфирь 7, 2, 3. И сказал царь Есфири. Так же и в этот второй день во время пира. Вот, знаете, вот человек молился. Я так хочу, Господи, в Твое присутствие, как вожделенное жилище Твое, жить и пребывать в этой соединенности с народом Божиим, устрояя себя в дом духовный, священство святое, быть одно со святыми, потому что это дом Божий, дом же его мы. Там не написано, дом же его я. А дом же его мы. Мы в совокупности все вместе дом Божий. И вот Господь вводит человека на пир. И вот там есть еще желание. И он говорит, какое Твое желание, царица Есфири, оно будет удовлетворено. И какая просьба Твоя, хотя бы до полуцарства, она будет исполнена. И отвечала царица Есфири и сказала, если я нашла благоволение в очах Твоих, царь, «И если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей». Когда-то Моисей вот так молился о народе Божьем и сказал, Господи, он лег на этот народ самим с собой и сказал, Господи, если Ты будешь их поражать, то после меня, вначале он как крылья распростер над ними, то вначале Ты меня поразишь. И Богу настолько это было, настолько это было угодно. Апостол Павел так и написал, говорит, «Вы в сердцах наших, так, чтобы вместе умереть и жить». И, конечно, когда мы позволяем Господу и выражаем это желание и позволяем Ему исполнить, это говорит о том, что мы благодарны Богу люди. Обновляется подобно орлу «Юность Твоя». Способность обновляться силами для выполнения своего призвания. Исайя 40, 31. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Потекут, пребывая в уставах Господних. «Господь творит правду и суд всем обиженным». 2 Коринфянам 6, 8, 10. «В чести и в бесчестие, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, обижают, а мы всегда радуемся. Благодарный человек не будет обижаться». Это местописание говорит о том, что благодарный человек не будет обижаться. Если человек каким-то образом позволяет обиде прикасаться к своему сердцу, это неблагодарный человек. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои. Вы знаете, вот когда мы видим это, когда мы понимаем, и вот такой стейтмент, смотрите, он говорит, «Моя благодарность, чем я могу воздать Господу за все благодеяния его?» И он говорит, «Он показал пути свои Моисею, а сынам Израилевым, дела свои». Вот в этом моя благодарность. То есть, Ефесянам 3, 8, 11. «Мне наименьшему из всех святых дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова, и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим». Бог открывает стратегию своему человеку, первому человеку поставленному. Мы имеем такого человека. Если мы видим это, значит, мы благодарные Богу люди. И сынам Израилю им дела свои. Вы знаете, когда мы видим, что Слово Божие работает, вот человек принимает это Слово, оно не работает как бы в начале, потому что семечко брошено, оно уже берет время, но потом мы начинаем видеть в себе, в других, оно работает, оно возрастает. Если мы видим это, мы благодарные Богу люди. Мы видим и пути Божии Он показывает, и дела мы видим, мы можем увидеть эти дела. И Бог хочет, чтобы вот таким образом через тело, не через определенного человека, а через все тело в совокупности, через Церковь Божию, многоразличная премудрость Божия раскрывалась на земле. И вот здесь местописание, которое раскрывает имя Божие, я прочитаю, «И сошел Господь», это исход 34 глава, 5 стих, «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ Него, и провозгласил имя Иеговы, Яхве, и прошел Господь пред лицом Моисея, и возгласил, «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода, Моисей тот час пал на землю и поклонился Богу». Святость Божия выражается, имя Божие, сущность Божия выражается. И если мы знаем эту святость Божию, понимаем ее, конечно же, мы благодарные люди, мы можем возблагодарить Бога и говорим, «Господи, Ты щедр и милостив, долготерпелив и много милостив». «Не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам, ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его». Это обозначает посредством научения истине о разбитии скрижали и законом умереть для закона, чтобы жить для Бога. Святость Божия остается, она нерушимая святость, но я получаю способность таким образом освободиться от этого Божьего суда, чтобы жить для Бога. Галатам 2,19. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». И, конечно же, Иоанна 12,25. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную». Иисус Христос дал такой стейтмент. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий в этом мире сохранит ее в жизнь вечную». Но чтобы это сделать, вы знаете, мы слышим постоянно об этом говорится, как это сделать. Это Иисус Христос дал закон. А есть еще множество уставов, каким образом возненавидеть свою жизнь и каким образом мы можем ее сохранить. И это написано, как высоко небо над землей. Знаете, человек не может саму разуметь. Вот благодарный человек, он склоняется и говорит, «Господи, я не могу, потому что это такая истина великая, она высока, как небо над землей. Я не могу постигнуть ее». И Господь открывает человека и говорит, «Я научу тебя, будь стань учеником». И когда человек становится учеником, Бог ему начинает открывать это. Это благодарный человек, который может увидеть это, уразуметь и притворить это в жизни своей. «Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наши. Он удалил в землю непроходимую». Настолько далеко, в непроходимую землю. Мы слышали об этом, я думаю, все помним, последствием исповедания греха. Этот грех перебрасывается на голову виновника всех грехов. И в образе козла этот козел отводится в землю непроходимую. И таким образом происходит навсегда разделение. И человек забывает о том, что когда-то он что-то делал неправильное. Потому что Бог вытирает со своей памяти и вытирает с памяти человека вину, стирает вину, и остается просто урок. И двенадцатый такой пункт. «Как Отец милует сынов, так милует Господь, боящихся его, ибо Он знает состав наш, помнит, что мы перст». Господь знает состав наш не теоретически, а практически. Каким образом? Он вошел в историю человека и сам стал человеком. 1 Тимофею 3,16. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовав народах, принят веру в мир и вознесся во славе». Если мы можем уразуметь эту истину, понимать ее, значит, мы благодарны Богу люди. Мы воздаем Богу благодарность. И мы говорим, «Господи, Ты знаешь, что мы перст, Ты знаешь наш состав. Ты с неба пришел на землю, сам стал человеком, принял на себя грех, разбил и уничтожил этот грех смертью своей и восстал для нашего оправдания». Ну и призыв, друзья. Вот я думаю, конечно, очень много таких пунктов, очень причин для того, чтобы благодарить Господа. Это просто один псалом, который несет в себе такую гроздь вот таких прекрасных ягод, плодов Божьих. Я прочитаю, наше время выходит, мы будем молиться, прочитаю вот таких три места Писания. Радуйтесь, Псалом 32, «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить». Одно из моих таких, может быть, несовершенств, я не знаю, поправит, возможно, меня, или таких страхов, или вот таких концернов, как по-английски можно сказать. Я боюсь оказаться в такой неприличной ситуации. Быть неправым и начать славословить Господа. Это состояние Каина. Это не просто неприлично, это состояние Каина. И он говорит, правым прилично славословить. «Славьте Господа на гуслях, пойте ему на 10-ти струнной псалтере, пойте ему новую песнь, пойте ему стройно с восклицанием». Другими словами, быть неправым пред Господом и начать славословить Его. Господь имеет в виду, лучше бы человек не открывал уст, просто стоял пред Ним и боялся его славословить, если он неправ пред Господом. Это настолько неприлично, это настолько скверно, да помилует нас Господь. Псалом 111, такой плод праведника, во тьме, четвертый стих, «Во тьме восходит свет правым, благ он, милосерд и праведен». Знаете, вот если человек праведен в мотивах своих и благодарность его наполняет, и он, и дар его угоден Господу, он, принося его, начинает славословить его, то написано «Во тьме восходит свет правым». Мы понимаем, о каком свете здесь идет речь, написано «Доколе не взойдет свет, не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Вот еще тьма, но начинает брежить рассвет и вот эта утренняя звезда, как раз вот это состояние называется, что восходящее солнце правды или вот эта утренняя звезда восходит на небосклоне сердечном человека. И вот такое призвание и Господь, конечно же, его услышит. Псалом 124 стих «Благотвори Господи добрым и правым в сердцах своих, а совращающихся на кривые пути свои доставит Господь ходить с делающими беззаконие мир на Израиле». Мы часто такой псалом поем и он мне вспоминается «Мне есть за что благодарить Творца, Он снял с меня греховную проказу». Знаете, вот, наверное, это проказа неблагодарности. Вот, если Господь снял эту проказу неблагодарности, то, конечно же, много о чем можно благодарить Господа, Он достоин благодарности. Аминь. Будем молиться. Небесный Отец, благодарим Тебя за милость Твою, за щедроты Твои, за победу, за победу Твою, за все благодеяния Твои, Господи. Ты прощаешь все беззакония народа Твоего и удаляешь их с нашей земли и стираешь с нашей памяти и даешь песнь и свидетельство внутреннее, что мы праведны пред Богом. Благодарим Тебя, Господи, за кровь агонца, в которой мы можем омывать одежды свои и убелять их, чтобы иметь возможность приходить пред лицо Твое, не будучи нагими, не будучи испорченными и не будучи запачканными. мы можем приходить с дерзновением и прикасаться к престолу благодати и просить у Тебя помощи и получать эту помощь. Благодарим Тебя, Господь. Ты исцеляешь все недуги наши. Ты восстанавливаешь всякую испорченность, всякий недостаток, всякую болезнь, всякую немощь и всякий недух. Благодарим Тебя за этот путь совершенства, путь праведного вверх, чтобы уклониться от могилы и преисподней внизу. Благодарим Тебя, Господь, за этот путь, за эту чашу спасения, которую Ты предназначил для святых Твоих, которых Ты избрал прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Тобою в любви. И Ты явил это избрание, воскресив нас посредством благовествования Твоего и соделал нас способными быть служителями Нового Завета не буквы, но Духа. Ты ввел нас, Господь, в Свой дом Пира, в Свою Церковь. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Слава имени Твоему Святому мы радуемся пред лицом Твоим. Ты Тот, Который позволяешь нам торжествовать во Христе Иисусе и облекаешь нас в благоухание, чтобы благоухать Твоим запахом, иметь и носить Твой аромат, испытывать на себе Твои притирания, Твои ароматы, чтобы быть благоугодными пред Тобою, Господи. Благодарим Тебя за все богатства милости и благости Твоей к народу Твоему. Благодарим Тебя, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл том младенцам, которые возлюбили чистое словесное молоко. Мы радуемся, Господь, о всей истине Твоей, о том изобилии, в которое Ты нас поместил. Ты каждый раз накрываешь нам роскошный царский ужин, когда мы приходим на это место. Благодарим Тебя, Господь, что Ты не оставил нас без Духа Твоего, но дал наследие Твоему благовестника. Мы благословляем имя Твое Святое и благословляем нашего пастора, служителя Твоего именем Твоим Святым. Мы благодарим Тебя за это устройство, в котором мы можем увидеть поставленных Богом людей и быть частью этого великого тела Твоего, радоваться радостью святых Твоих, торжествовать торжеством, наслаждаться победами святых Твоих, скорбеть в скорби и являть терпение Твое, быть частью и общником святого святого наследия Твоего, тела Твоего, церкви Твоей, невесты Твоей, избранной Твоей. Благодарим Тебя за это великое славное призвание. позволь нам Господь в скорбях не унывать, но делить эти скорби с Твоим человеком, с Твоим посланником поддерживать руки в молитве, быть признательными, молиться друг о друге и заботиться. Позволь нам быть добрыми и заботящимися друг о друге, наипаче к тем, которые находятся рядом и являются Твоими детьми. Позволь нам Господь чтить этот статус, статус Дитя Божьего. Ты сказал, не радуйтесь, что духи повинуются Вам, но радуйтесь, что имена Ваши написаны на небесах. Позволь нам иметь эту радость в сердцах и твердо доверять Твоему Слову и веровать всему тому, что написано о нас и веровать словам уст Твоих, которые изрекают поставленные Богом люди. Доверять этим словам и радоваться о спасении Твоем в нашей жизни. Благодарим Тебя, Господь, за эту радость неизреченную и преславную. Благодарим Тебя, что Ты есть у нас Отец сирот и вдовь, Бог во святом Своем жилище. Ты соделался Отцом для сынов Своих и являешь нам это сыновство и воспитываешь детей Твоих. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, что Ты показал пути Свои Моисею и дела Свои сынам Израилевым. Благодарим Тебя, что мы можем видеть, как тело Твое растет возрастом Божиим, приращая самого себя в любви. Приращая самого себя в любви. Да будем иметь любовь друг к другу. Чтобы это приращение могло происходить благоугодно Тебе, Господи, чтобы тело Твое становилось здоровым, крепким, сильным и способным выполнять ту волю, которую Ты предначертал для нас в наших днях. Благодарим Тебя, Господь, крылья веры, уповая на истину Твою, на Слово Твое, на откровение Твое, на семя, находящееся в наших сердцах. Позволь нам, Господь, увидеть плоды дерева жизни и насладиться этими плодами в жизни, созерцать эту красоту Господню, этот возраст Божий, эту истину Божию в самих себе. Да будет прославлено имя Твое, Господи, да веселится народ Твой в уповании на Тебя, да поем и славим в сердцах и прославляем в телах наших, голосом нашим, на музыкальных орудиях. Благодарим Тебя и да будем благодарны пред Тобою в разговорах наших, возвеличивая Слово Твое, радуясь о благовестии Твоем и давая самую высокую, высочайшую оценку словам уст Твоих, Господи. да будет приношение святых Твоих благоугодным предлицом Твоим, Господи, да возвеличивается Слово Твое, да возвеличивается святое имя Твое, Боже, да восстанет Господь в среде народа своего, и да будет убран всякая болезнь и всякая немощь, всякая неспособность и всякий недух из среды народа Божьего, да укрепятся колена хромающие Господь, чтобы им не хромать, да будет явлена сила Твоя и мощь и красота благовестия Твоего на месте всем, да будет возвеличен Сын Божий Иисус Христос в среде народа Божьего, да увидим Господь обетование Слова Твоего исполненными в нашей жизни, да расцветут кости наши пред лицом Твоим, и да явится слава Господня на сынах и черях во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя Господь за истину Твою, за благодать Твою и за мощь Твою, надвигающуюся Господи, мы готовим себя к всему тому, что Ты производишь в нашем сердце. Ты делаешь его способным принимать Тебя, являть послушание Тебе, быть Твоим домом. Да будут святые Твои, рабы Твои, домом Твоим, не местом временного Твоего посещения и проживания, но вечным домом Твоим, Господи. Мы благодарим Тебя, что мы имеем возможность принять Тебя, Господи, не как гостя, но как господина нашей жизни, чтобы подчинить самих себя Тебе, чтобы быть привязанными к Духу Божьему и водиться Духом Божьим, чтобы никогда не расстаться с Ним, не потерять Его и не потерять то, над чем мы трудились, но получить полную награду. Мы ищем Твоей награды, Твоей славы. Мы благодарим Тебя за вечную жизнь, которую Ты начал в наших сердцах. Закончи ее, Господь. Ты есть алфа и омега, начало и конец, первые и последние, а мы рабы Твои. Предстоим пред Тобой для того, чтобы внимать словам Твоим и слушать посланника Твоего и благодарить Тебя. Благодарим Тебя, Господь, и принимаем милость Твою, великий Бог, Отец и Сын Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи на свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. И закончим манифестации. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok